Михаил признается, никогда раньше не удавалось завоевать в бассейне больше двух медалей сразу, а тут семь заплывов и в каждом призовое место. Кроме того, целых четыре рекорда России. Четыре десятые, не хватило установить рекорд на спине. Почему так много рекордов? Там отдельно проводится по короткой воде, по длинной воде, по короткой воде свои рекорды, а я на короткую воду первый раз приехал. Я не ездил до этого, поэтому установил так много рекордов. Лучше получаются вот эти повороты, толчки, чем у соперников, ну не знаю как, но легче нисколько, наоборот сложнее было. Казалось бы, с такими результатами прямая дорога в сборную страны по плаванию и дальше на Паралимпиаду в Бразилию. Но нет, чтобы участвовать в играх спортсмен должен быть три года гражданином государства и последний год выступать на высших спортивных соревнованиях. С последним пунктом и возникли проблемы. Нам такие возможности на Европе, на мир не дают. Тут был большой скандал, как раз там тренерский совет. Почему он не был представлен в составе сборной страны на Европе, в Эдховене и в Глазгах, на чемпионате мира, где реально мог завоевать бронзу и серебро. Человек, который там был, значит на мире, он просто сошел, дисквалифицировался, чтобы не показывать свой результат. А на Европе проплыл минута 59. Михаил же плывет минута 38. Причина, по словам тренера, в личной заинтересованности московских спортивных чиновников. Добиться вызова в сборную можно было бы через суд, но для этого нужно попасть в реестр спортсменов, куда включают только участников реестровых соревнований. А вот такая система. Для того, чтобы туда попасть в реестр, надо ехать на чемпионат в Китай, в Германию, в Польшу, на Украину, Францию и другую страну, чтобы попасть. А у них реестровые. Потому что если спортсмен попал в реестр, его не ставят, он может подать в суд. А мы в суд не можем. Нас говорят, потому что вы не реестровы, вас не взяли в сборную. Нет лицензии. Вот и смешно, конечно, и горько. Бороться за место в сборной по плаванию спортсмены и его тренер уже не надеются. Но не унывают. У Михаила есть реальные шансы попасть в рее в паратриатлоне. Это плавание, бег и изда на велосипеде. Правда, протезы Миши не предназначены для бега. Но даже на них он показывает потрясающие результаты. К тому же есть надежда на получение новых. А вот вопрос с велосипедом пока завис. Сейчас мы по велосипеду решаем. Сейчас я вышел на ребят, которые, в принципе, инициативная группа пытается создать федерацию триатлона. Вообще триатлон уникальный вид. Я вот недавно ездил на кубок по паратриатлону. Я выиграл у чемпиона Европы и мира по паратриатлону. И его сейчас сняли с моего класса, потому что у него ДЦП, у него немножко завышен был класс. Ну, вернее, занижен класс. Его повысили обратно. И получается, ну, он был сильнейший, а я его выиграл со своим результатом. И теперь, ну, считаюсь сильнейшим в своем классе. В ближайшее время спортсмен надеется получить лицензию и все-таки выступить на Европе и мире, чтобы исполнить свою мечту – попасть на Паралимпиаду. Аюна Чертара, Вячеслав Батоев, Первая, Альтернативная.